Здравствуйте, господа! В эфире программа Серёгинский склад, и я Серёгина Светлана. Очень, ну, вернее, нельзя сказать, что очень многие, но некоторые жалуются на то, что я очень много говорю по-русски. Это правда. В этой программе я очень много говорю по-русски. Я думаю, что жалуются прежде всего те, кто хочет изучить польский язык. Но отдайте себе, пожалуйста, отчёт, что в этой программе, даже если я буду говорить по-польски, и всё время вы всё равно польскому языку не научитесь. Если вам действительно, если вы заинтересованы польским языком, то, пожалуйста, на доле внизу под этим видео есть там ссылки, мои ники на скайп, на сайт, по-моему, даже адрес моей почты, имейл. Пишите, интересуйтесь, я вам вышлю пробные бесплатные материалы, посмотрите. Я там, там-то уж я всё время говорю по-польски, у нас даже, как бы, такое обязательство. Мы не имеем права говорить по-русски вообще на наших уроках. И в большинстве случаев говорю не я, а говорю вы, плюс ещё огромное количество записей, где я даже самые маленькие, мельчайшие нюансы объясняю только по-польски. Поэтому вот вам, пожалуйста. А эта программа, это, как бы, мой небольшой каприз, мой небольшой прикол. Она создана для того, чтобы, как бы, людей немножко заинтересовать, развеселить, потому что польский язык выглядит для непривычного уха, звучит забавно, позабавить людей какими-то польскими словами. Или, например, для моих бывших студентов, для того, чтобы расставить точки над «и». Или я очень часто беру, например, такие слова, в которых они совершают ошибки практически всегда, в 100%, и эти слова разбираю для того, чтобы они хоть бы теоретически понимали, как нужно их произносить. Хотя я теорию не очень люблю, но иногда она просто-напросто нужна. И мои студенты говорят, что да, вот сейчас я понял, как произносить это слово, и как бы у меня там всё немножко уложилось по полочкам. Так что я думаю, что мы разобрались с польским и с русским языком. Ну уж позвольте мне в моей авторской программе говорить на том языке, на котором я хочу и люблю, причём очень сильно. Хотя польский язык тоже очень замечательный, но для меня русский язык родной, и мне бы хотелось тоже немножко по-русски, а то уж на уроках я только по-польски шпарю. Итак, господа, вот сегодня что у нас? Сегодня как раз тот случай, слово, в котором все совершают ошибки просто до одного. Это слово, оно не польское, оно заимствованное, но оно очень часто употребляемое, во всех языках. Это слово музей по-польски звучит как музеум, музеум, а в множественном числе музе-а. То есть по-русски будет музей, а по-польски будет музе-а. Итак, вот здесь все совершают ошибки, потому что музеум – это средний род, по-русски это мужской род, и все стараются это слово сказать как-то в мужском роде, а вот по-польски это средний род, и помни, это первое, о чем нужно помнить, средний род, музеум. Хорошая новость такова, что в единственном числе это слово звучит во всех падежах так же, как и в именительном. Абсолютно одинаково. То есть музеум так и будет всегда. Вот смотрите, с разными, в разных падежах, например, да. Не ма доброго музеуму природничего в нашем месте. Не ма музеум. Да, дальше. Пршегландамся музеум. Видзэм музеум. Идэм з музеум. Мувям о музеум. Ну, еще один звательный падеж есть в польском языке, он называется WoWATCH по польску. Это, конечно, будет очень редко. О, ты, мой музеум. Там что-нибудь такое, да. Итак, если, вот смотрите, есть такая хитрость. Я на этих, думаю, на Серегинском складе еще объяснять вам, каким образом обойти какие-то подводные камни в польском языке, чем что заменить. Да, вот я вам говорил в прошлом видео о техническом подходе. Вот здесь вот тоже можно технический подход употребить. В том смысле, что, например, если нет такой надобности, то не употреблять слово музеум во множественном числе. Стараться употреблять в числе единственном, потому что здесь не ошибетесь уж точно. И помните, средний род. До тего музеум. То есть с местоимениями среднего рода употребляйте обязательно это слово. И все же, если вам нужно будет употребить это слово во множественном числе, но никак не возможно по-другому, то давайте уж попробуем просклонять. И смотрите, здесь за что можно зацепиться. Вообще при изучении языков нужно за что-то всегда цепляться. То есть какую-то ассоциацию, какую-то аналогию провести и так далее. С чем-то все это должно ассоциироваться. Потому что на пустом месте, то есть в пустом пространстве, это слово у вас нигде, ему негде завеситься. Ему не за что зацепиться. Нужно обязательно цепляться. Мои лучшие ученики, вот эта вот стратегия лучших учеников, они с чем-то всегда ассоциируют слова и конструкции в иностранном языке. Итак, с чем же можно? Аналогии тут очень хорошие с русским языком. Потому что окончание слова музеи во множественном числе в разных падежах очень похоже на русские. Если там немножко даже проглотить гласных звуков, то можно даже выглядеть так, что мы там не ошибаемся. Например, смотрите. Итак, музея А, по-русски музея И. Начнем с родительного падежа. А по-русски будет музеев. И тоже на В заканчивается, на ту же самую согласную. Нема музеев. Еще раз. Нема музеев. А по-русски музеев. Там немножко, ну, нужно только дальше. Ну, например. Например, пшиглёндамщим музеом. Музеом. А по-русски музеем. Музеем. Ну, тоже будет мы на конце, да? Пшиглёндамщим музеом. Итак, дальше. Видзем музея. Добавим еще местоимение указательное. В среднем роде. Видзем те музея. По-русски вижу те музеи И. Видзем те музея. Дальше. Ну, скажем, идем с музеами. Здесь будет очень редко этот падеж употребляться, но все равно. Уж сказать так про все падежи, да? Идем с музеами. А по-русски с музеями. Ну, почти одно и то же. Ну, немножко там произношение другое, да? Идем с музеами. Не так все сложно, как нам кажется. Так, дальше. Давайте еще раз. Идем с музеами. Идем с музеами. Мувем, вот это вот часто, да? Мувем, альбо мышлем о музеях. Мувем, мышлем о тих музеях. Мувем, мышлем о тих музеях. А по-русски об этих музеях. О тех музеях. Мувем, мышлем о тих музеях. Ну и звательный падеж «О мое музео» – это, конечно, я гарантирую вам, никогда в жизни не придется вам этого произносить. Итак, помните, я как раз в этом видео преследовала цель такую, как вам упростить вот это, как сделать так, чтобы вы все-таки максимальное количество раз имели шанс на то, чтобы произнести какое-то вот это вот употребить слово «музей» и «музеи» по-польски правильно. Я думаю, что я вам немножко приблизила эту тему. Если вы несколько раз послушаете это видео, то я думаю, что вы будете говорить все правильно и правильно, потому что, как правило, всегда, когда я слышу, что мои ученики собираются говорить о музее, я знаю, что в 100% сейчас будет куча ошибок. Может быть, с помощью этого видео я немножко минимализирую процент ошибок в этих словах. Окей, с вами был Серегинский склад и Серегина Светлана. Я желаю вам всего лучшего, желаю всего доброго в изучении польского языка тем, кто этим заинтересован. И до скорых встреч. Пока-пока. Чащи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok